Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем о главном. Сегодня я вам хочу показать свои покупочки, что касается одежды и некоторых аксессуаров. Накопилось у меня несколько вещей, которые кое-что я вам показывала на ряда дня, кое-что еще не успела показать, но это поистине. Как-то вот именно в месяце января я купила несколько вещей, которые были не просто мне нужны и понравились, а которые я просто маньячила. Я не могла их с себя снять, и как только купила, сразу оторвала ценники и носила их, просто не снимая. Одна из таких вещей это вот эта сумка, которую я вам показала в наряде дня, что касается как сочетать грязные цвета. Вот такие сумки металлических, но не очень ярких оттенков очень-очень пригодятся в любом гардеробе. Это цвет где-то между таким серо-серебристым и цветом бронзы, так называемый pelter, по крайней мере по-английски так называется. Сумка что-то типа с акваяжа, ну более ее такая расслабленная версия. Вообще такие сумки мне очень нравятся, как они выглядят на камере, на фотографиях, в блогах, на других девушках, но почему-то я не совсем понимала, как такие вещи носить, потому что носить ее постоянно на руке мне неудобно. Часто, это исключение, но часто, когда ты ее вешаешь на ремешок, они как-то выглядят, как будто кирпич такой подвешен на ремешки, и мне как-то не очень нравился общий эффект. Эта сумка не слишком большая, и при этом не слишком карикатурно маленькая для того, чтобы смотреться странно на длинном ремешке, и я умудряюсь ее даже вот надевать на самом деле на плечо, если на мне нет очень каких-то объемных одежд, скажем так. Очень нравится мне эта сумка, очень объемная, в ней много чего вмещается. Опять же, я люблю носить большие сумки с маленькими клатчами внутри, так что, если у меня есть возможность не носить с собой большую сумку, я могу вынуть маленький клатч, пойти по каким-то делам, ну, допустим, на какой-то кофебрейк или, ну, что-то в этом роде, вы понимаете, да? Но если мне нужно все-таки доскать с собой кучу документации, мой лаптоп, еще что-то, еще что-то, то вот я могу носить с собой такую сумку. Очень она мне понравилась, она стоила 20 долларов на клиренсе, то есть это была последняя скидка. Изначально она стоила, по-моему, долларов 50, что-то в этом роде. Это, конечно же, не кожа, это кожзам, но мне очень нравится вот то, что она вся такая в металлических стад в этих вклепках, безумно обожаю клепки, но единственное, что они настолько безумно популярны были в последний год, что, ну, как только что-то становится безумно популярным, даже если я люблю этот тренд, как-то уже мне не по себе его особенно так используют, потому что начинаешь выглядеть как часть толпы. Но, тем не менее, клепки я люблю, и я надеюсь, что, может быть, сейчас мод на них немножко спадает, и я с удовольствием начну их носить снова. Второй предмет одежды, который мне безумно понравился, с которым я не могу вылезти, это вот такой пиндежачок, который я вам тоже показывала в одноименном видео, как сочетать грязные оттенки. И давайте я вам покажу лейбл, но я не знаю, на самом деле, это что-то вам скажет или нет. Нет. Сам пиджак из такой темно-темно-серой, немножко шелковистой ткани с под кожу рукавами. И такие тут маленькие каемочки около карманов. И обратная сторона воротника тоже сделана под кожу. Очень удобная вещь, очень хорошо на мне сидит. На нем всего лишь одна пуговица, то есть он такой больше декоративный, не то чтобы он там как-то наглухо застегивается. Безумно мне нравится этот пиджак. Я купила его приблизительно за 25 долларов, вообще безумно мне повезло, и больше я таких пиджаков не видела. То есть я видела вариации какие-то, но они все были как-то слишком вот не очень аккуратно сделаны. По крайней мере за цену в 20 долларов я ничего подобного не видела. Такой вот пинджачок. Подхватывая ту же самую тему, что касается кожи, какой-то рок-н-ролл, гранж и так далее, я купила себе вот такую фланелевую рубашку в клетку. Я очень придирчива к типу клетки, если честно. Очень многие виды, сочетания клеток, оттенков и их, как бы сказать, крупности самой клетки мне не нравятся. Я такая вот, я сноп клеточный. Но вот эта вот мне очень понравилась. Она мне напомнила золотые годы 90-х. Вся эта культура гранж и так далее с удовольствием я ношу. Сочетаю ее с какими-то тоже, иногда даже достаточно массивными украшениями. Если хочется выглядеть по-домашнему, можно одеть просто с какими-то штанами, юбкой или джинсами. Если хочется добавить некого шика, то нужно, конечно, помассивнее, поагрессивнее обувь. И какие-то, ну, допустим, я ношу с баксовыми штанами, которые, как бы, знаете, под кожу отполированы. Вот очень круто выглядит вместе. Очень удобная рубашка, очень ее люблю. Опять же, это моя ностальгия по молодости. Далее. Тренд, который почему-то, я даже сама не заметила, как-то завладел мною на неделе на три, наверное, вот в конце декабря, в январе. Это буро-коричневый цвет. Такой цвет между баклажаном, сливой и коричневой. И купила я себе такие вот штанцы. Они у меня сейчас уже с ревнем, потому что я, конечно же, их истаскала за этот месяц. Это штаны из Banana Republic. Это даже написано Lauren Scott. Какая-то определенная коллекция. Что от них особенного? Я думаю, наверное, тут уже видно, что это такая, как бы, крой. Это джинсовый крой, но с напылением из бархата, с такими вот достаточно витиеватыми узорами в стиле барокко. Безумно мне нравятся цветы этих штанцов. Я очень хотела себе такие же темно-синие, но, к сожалению, не было моего размера. То есть эти штанцы я купила долларов где-то за, не соврать, как говорили, 33 каждому. Не помню. Ну что-то вот в этом роде. Но изначально-то они, конечно, стоили долларов 80, если я не ошибаюсь, за полную цену. Мне все-таки было жалко их покупать, потому что у меня такие большие подозрения, что вот это напыление из бархата будет быстро снашиваться на, скажем так, на загибах и выступающих частях тела. Поэтому не знаю, сколько они у меня проносятся, хотя мне очень нравится, как они выглядят. И я уже делала на Инстаграм один наряд дня вместе с ними. И второй предмет одежды, который очень похож на эти брюки, но это немножко другая текстура. Это я уже купила в магазине Лофт. Такая вот юбичоночка. Это черный подклад с темно-баклажаново-сиреневым цветом. У этого кружева уже нет никакого коричневого даже намека. Это именно такая вот темно-темно-баклажаново, какой-то почти фиолетовый цвет. Очень мне понравилась эта юбичонка, но это классическая юбочка-карандаш. Она мне самую малость. Вот-вот-вот буквально вот этот пол, где-то вот сантиметра нам великовата. И все-таки мне хотелось бы, чтобы она сидела ровно на талии, а сидит она немножко больше на бедрах. Вот это меня слегка расстраивает, потому что мне нравится, когда эти такие юбки сидят именно на талии. Именно то, что я заправляю в них обычно какой-то блузон. И если этот блузон начинает вываливаться уже на бедрах, как-то, мне кажется, пропорции силуэта немножко смещаются. Ну вот это можно подшить, как-то подработать еще. Посмотрим. Но сама юбка мне очень нравится. Досталась она мне, по-моему, за 35 долларов на, опять же, на скидки. В Лофт. В Лофт это компания, которая предложит Антейлор. И, в принципе, Лофт, Банана Репаблик, Антейлор, Black & White Market, Limited и же с ними. Это магазины, в которых всегда стоит заходить, когда у них дополнительные скидки. У них бывают скидки до 70%. Так что стоит присмотреться. А качество выделки в этой одежде очень-очень-очень даже приличные. Это не та китайщина, которую вы можете заказать на каких-то там левых сайтах. Это достаточно хорошо сделанные вещи. Следующий предмет одежды, который я купила, по которому я просто с ума схожу. Это теперь, на данный момент, мое любимое платье. Это вот такое платье, как бы с запахом на уровне груди, потом под грудью отрез, потом еще один отрез на уровне талии. И дальше оно такое вот не чуть-чуть клешоное, а линии кроенное платье до колен. Это достаточно плотный трикотаж с вот такой вот, опять же, черно-красной клеткой. И, опять же, меня это все относит ко временам, опять же, 90-х, Вивьен Вестфуд. Не знаю, такой вот гламурный женственный панк или гранж, если хотите. В общем, мне очень нравится. Это такая, знаете, как вот Мадонна очень часто в таких платьях ходила, по-моему, в начале миллениума. Даже в каких-то клипах у нее были подобные, такие очень женственные, очень будуарные, можно сказать, какие-то чуть ли не спадающие из тела, облегающие, очень нежно платья. И вот это мне платье как-то, не знаю, оно меня очень вдохновило. Это бренд Talboots. Бренд, который, на самом деле, не очень популярный у молодых девушек. Как-то у них достаточно такая одежда. Но часто она в такое ощущение, что сделана для женщин очень-очень сильно за 50. При этом даже многие женщины в Америке, которым сильно за 60, все равно говорят, что это для них слишком старомодно. Но при этом иногда у них вот бывают какие-то вот пары, две-три вещи, которые великолепно сделаны, хорошо сидят. И за счет сочетания классического кроя, но интересного принта, они вот очень интересно выглядят. Вот это как раз тот самый вариант. Я обожаю это платье. Я уже даже сделала видео с нарядом дня. Еще один топ. Это уже как бы не такая, чтобы прям, ах, покупка. Но покупка необходимая. Мне нужно было какой-то свежий персикового цвета топ. И вот я купила такой топ. Где же это было? Это было в магазине Loft. Как видите, ну он такой очень миленький, да? То есть ничего супер особенного. Здесь немножко собранные рукавчики. Он опять же собран на резинке внизу. Он такой, вот он здесь вот весь присобран. Потом он так идет немножко вширь такими складками. И потом опять собирается на уровне бедер. Очень удобный, приятный топ. Очень он мне нравится. По-моему, в одном или в двух видео вы уже, наверное, на мне его видели. Еще один топ, который еще не надебанный. Все берегу-берегу. Это полупрозрачный. Обожаю такой трикотаж. Вот как раз Loft. Banana Republic и Antelor. Они умеют делать такой тончайший, как вот паутинковый трикотаж. Который достаточно хорошо носится. Это вот тот самый вариант. Это полупрозрачное. Не знаю, здесь видно или нет. Полупрозрачное трикотажное такое плетение. С каким-то серо-семно-синими разбросанными цветочками. Очень мне нравится, как это выглядит для заманушки. Здесь такая черная, более грубая молния сзади. Для придания ему какого-то интереса. Единственное, что я... Когда я его мерила, я хотела убедиться в том, что он не слишком прозрачный. Все-таки. То есть я предпочитаю в таких вот предметах одежды намек на прозрачность. Нежели тот факт, что вам приходится ломать голову и думать, боже мой, что-то под это надо надеять. То есть какой-то то ли майку, то ли топик. И вот можно из одного предмета одежды перековырять весь гардероб и все равно найти, с чем бы его можно было прилично носить. Вот это не тот вариант. Этот топ, хоть он и немножечко полупрозрачный, тем не менее, его вполне можно носить сам по себе без каких-то еще дополнительных предметов одежды. Далее, прорвало меня на ремни. У меня как-то, опять же, с ремнями и с обею в этом году все полетело, все стало как-то разваливаться на глазах, с такими торчащими нитками. Я прикупила себе несколько новых ремней. Это не кожа, все эти ремни, это все кожзам, но они достаточно аккуратные, мило сделаны. Я надеюсь, хотя бы пару лет они мне должны прослужить. Первый, это вот такой ремешок цвета бордового, такого винного цвета с золотыми клепками, достаточно тоненький, стандартный ремешок. Второй ремешок, интересная такая задумка, ну вот не знаю, насколько хорошо он будет носиться. Это мешок под норку, ну с таким как бы напылением, что ли, волосков, которые чем-то напоминают норку. Это темно-темно-синий цвет, тоже достаточно тонкий ремень. Пряжка здесь очень простенькая. И два ремня одного фасона, но разного цвета. Вот такие вот ремешки, один ярко-синий, тут сама бляшка обернута таким же кожзамом и золотой. Золотой ремень, у меня есть два золотых ремня, оба из них разваливаются, так что свежий ремешок мне был очень к месту. Вот такой ярко-синий, я вообще подсела на этот цвет, не знаю, заметили ли или нет. Сам цвет этого ремешка я просто совершенно iconic, то есть культовый цвет для меня был этой зимы. Но именно вот такой вот кобальтово, уже уходящий басильково-синий просто обожаю. Так что не могла удержаться, купила себе и такой ремешок. Но такие ремешки, они как бы для меня necessities, да, то есть такие обычные вещи, которые мне просто необходимы на гардеробе, чтобы, грубо говоря, брюки не спадали. Но фетиш у меня новый. Пока еще все-таки это не вырослый фетиш, но это такое большое увлечение. Это эластичные ремни. Ну, очень я люблю эластичные ремни, но очень мало из них выглядят достойно. Большинство из них выглядят очень дешево. Вот я купила себе два ремешка, один из них вы уже видели. Я показывала вам в видео, как сочетать грязные сложные оттенки. Мне очень понравилось сочетание такого практически под орден такой бляшки с кристаллами. И, тем не менее, вот таких вот полосок. Мне это действительно почему-то напоминает перевязь, какие-то ордена, какие-то медали. Не знаю, есть ли у вас такие ассоциации, как у меня. Но вот мне точно что-то такое вот мерещится в этом. Не очень меня впечатлил поначалу, но именно за счет сочетания таких очень неоднозначных оттенков, всех каких-то немножко припыленных, немножко странных, он меня привлек, как оказалось, и на такие оттенки его очень легко добавлять практически к любому отфиту, к любому наряду. Он вписывается практически во все, что угодно. Вот это вот преимущество грязных цветов. Еще один ремень. Как-то он меня вообще просто зацепил, особенно с этим красным платьем, которое я вам показала. Это темно-синий ремень эластичный с черными, тоже как бы в стиле барокко узорами. Они не очень, на самом деле, сильно видно. И вот такой из золотисто-коричневой кожи, это не кожа, это кожзам, конечно же, такой акцент в середине и под бронзу такая вот медальончик, такая бляшечка в центре. Очень мне нравится этот ремень. Единственное, что я переживаю, насколько быстро такие ремни будут растягиваться. Есть, конечно же, такой эффект, не буду вас обманывать, но поскольку все эти ремни мне достались примерно со скидки в 50%, я надеюсь, хотя бы пару, ну хотя бы полтора года они должны проноситься. Мне кажется, что должны. Если вы любите эластичные ремни или вы их часто используете, скажите мне, как долго у вас носятся ремни, прежде чем они становятся на два размера больше, на как быстро они снашиваются. Купила я себе вот такую черную водолазку, про которую я сняла целое отдельное видео, если не забуду, ссылку мне оставлю внизу. Просто такая вот в лапшу, в мелкую, черненькая водолазка, немножко с добавлением шерсти, хорошо сидит, хорошо облегает, она не слишком плотная, не слишком толстая, но не слишком тонкая. В общем, черную хорошую водолазку найти оказалось очень легко. Я искала, наверное, последние лет пять, если... Если, да, не преувеличивая лет пять. Но вот нашла, надеюсь, что будет носиться она хорошо, потому что как-то вот она... Знаете, я не знаю, те, кто из вас любит водолазки, знают, что есть те, которые слишком как-то неряшливо, да, как-то не сильно сидят. Есть те, которые тебя слишком облегают, это уже какой-то, как Марина Михина говорит, порно-колхоз начинается. А вот так, чтобы вот и хорошо сделано, и хорошо облегало, но не слишком, вот далеко не всегда удается найти такого рода водолазки, да еще, чтобы они были сделаны из хорошей, качественно выглядящей ткани, такого вот трикотажа. Так что очень надеюсь на эту. Купила я себе также леггинсы, или как это... Да, по-моему, это леггинсы называются. Вот с такой молнией под бронзу внизу. Темно, тоже вот такого сливого цвета бургундского. У меня есть точно такие же, только черные, поэтому, собственно, я на эти и соблазнилась. У них тут спереди резинка, сзади тоже резинка, то есть это нужно, конечно же, носить с какими-то туниками, с чем-то более длинным. Очень нравятся мне такие ленинсы, у них строчка прямо посередине проходит. Мне как-то кажется, что это им придает какого-то интереса, без того, чтобы слишком усложнять общий вид. В общем, безумно нравится мне эта моделька. Я купила их, бренд называется Active USA, я купила их в магазине Marshalls, и, по-моему, они периодически там появляются. Они то исчезают, то появляются. Вот мне, конечно, еще бы и вот темно-синие такие вот, и темно-зеленый было бы, и вообще было бы идеально. А, забыла вам показать еще один ремень. Это уже я купила в Marshalls за 10 долларов. Вот такой, он безумно какой-то мягкий, хотя я больше чем уверена, что это не кожа. Это бежевый ремешок тоже с бежевыми, не блестящими клепками. Это такая вещь, которая будет хороша на весну, на лето, мне кажется. Еще одна покупка от Juicy Couture. Я у них не так давно купила украшения, которые я вам либо уже показала, либо еще покажу в наряде дня. И вот купила я у них такой вот блузон. Опять же, продавался в магазине Marshalls, и был он на скидке за 29 долларов. Это чистый шелк, именно поэтому я на него согласилась, не потому что это будет Juicy Couture. Мне очень понравился цвет. Вот видите, он такой, как сорбет. Он не слишком мятный, в нем недостаточно для этого голубого цвета. Но он и не салатовый, он как раз где-то между. И мне понравилось, что оформление есть еще с такими вот... Это то ли темно-синий, то ли черный. Вот даже в таком освещении я не могу понять. Видите, такая кромка есть. Немножечко, правда, чуть-чуть. Мне эта блузка великоватая. Знаете, когда вот у вас плечи находятся не ровно там, где они должны быть, а вот они у меня, когда я одеваю, вот как-то вот здесь. При этом она, конечно, не то, чтобы она мне висит или сваливается, но я не могла удержаться. Чистый шелк, девчонки, ну не могу. И цвет такой вкусный, и стиль такой незамыленный, да? То есть это чем-то мне лакост напоминает, вот как они делают одежду. В общем, безумно мне понравился этот блузон. И тут как раз у нас оформление пуговиц, вот такие вот золотые пулечки небольшие. Я переживаю, что... Как-то я уже привыкла к тому, что одежда должна лежать вот точно так. Вот точно так, как надо. А то, что вот чуть-чуть буквально у меня вот как-то оно так не спадает, я не знаю, понятно я выражаюсь или нет. Ну, хорошо, я вам сделаю наряд дня с этой блузоной. Вы мне как раз скажете, что по этому поводу думаете. Может, все-таки надо ее вернуть, но мне так жалко, так она мне нравится. Вот чуть-чуть самую маустную великоватую. Ладно, я вам покажу, вы мне потом скажете, что по этому поводу думаете. Один из трендов весны у нас собирается быть, это cropped tops. То есть это обрезанные достаточно высоко топы. И я решила потестировать этот тренд на себе, хотя мне он кажется очень ювенальным. Думаю, ну, надо попробовать. Надо попробовать, посмотреть, посочетать, может быть, оно как-то где-то и ничего пойдет. Вот купила себе вот такой топ. Мне он понравился тем, что он достаточно консервативно сделан в целом, сам крой. То есть единственный акцент такой рискованный, который здесь есть, это, конечно же, вот этот вот цветочный оттенок. Ну, он такой, знаете, в стиле итальянской моды, или там, скажем так, лоранда в таком смысле. То есть единственный рискованный акцент здесь, это, конечно, его длина, что он заканчивается вот прямо вот, ну, вот, наверное, столько ниже линии груди. А пока еще я не поиграла с ним достаточно, чтобы сказать вам, буду я его оставлять или нет. Вот я, наверное, сделаю какие-то вариации на ряда дня, и вот как раз мы вместе и решим, оставлять на него или нет. Вообще идея мне казалась интересной, и сам топ такой у Руби ничего, да? Мне кажется, у него есть потенциал, мне так кажется. И последняя вещь, это вещь, которую я, к сожалению, буду возвращать, хотя она мне безумно нравится. Это тот самый вариант, когда топ выглядит очень симпатично, очень остромодно, но не носибельно в реальной жизни. Это вот такой топ. Тоже он достаточно cropped, но, тем не менее, вот этот как раз заканчивается, ну, как раз ровно на талии, то есть его не заправишь, он должен как раз, вот, его нужно носить с юбкой или с брюками с завышенной талией, и одевать его сверху. Мне безумно нравится. И текстура, и вот эти вот аппликации в виде такого вот, что-то вроде кружева, безумно мне он нравится. Но он настолько прозрачный. Девочки, это, я не знаю, это только в бадуаре можно носить там, не знаю, и можно одеть, чтобы сразу его снять. Я как-то и покрутилась перед зеркалом в нём. Выглядит он круто, ну, круто он выглядит, но видно. То есть бельё видно вне всяких сомлений, ну, прямо вот in your face, то есть, ах. То есть, когда я вижу такие фотки в журнале модном или на catwalk, да, то есть на подиуме, это выглядит круто, в этом что-то есть. Это и sexy, и edgy, это и сексуальные, несколько с вызовом, но не пойдёшь же так на улицу, ну, серьёзно, я вот, ну, если бы я только не знала, ну, честно, я не могу себе представить, куда я бы могла в этом пойти. Вообще не могу. То есть только дома крутиться перед зеркалом. Вот я... Поэтому вопрос к вам, что вы по этому поводу думаете по поводу таких полупрозрачных топов. Я попыталась надеть его с облегающим просто таком топом-майчкой. Это не выглядит красиво. Это всё равно бросается в глаза, что там майка под этим топом, это отвлекает. Он лучше всего действительно смотрится с таким полуспортивного кроя-бельём. Но это очень... Это очень бросается в глаза. Что же, это были все мои покупки в плане одежды и аксессуаров за прошедшие месяцы. Если вам понравилось это видео, можете оставить оценку, можете поучаствовать в обсуждении внизу в секции комментариев, можете подписаться на мой канал, чтобы оставаться на связи, или можете показать это видео друзьям. Спасибо вам большое за внимание, желаю вам всем хорошего дня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!